В отличие от замечательных сказок, которые я сейчас слышал, чисто математических, сказательных, вот эта наша работа вносит чисто физический характер. В отличие от теории синхронизации Бритмана, она замечательная, механические, различные, так сказать, многие связи между майниками. Тоже, так сказать, вот такие работы в большинстве, во множестве сделаны. Существует также и работа, например, довольно не только работа, а фотография, с авторами, в которой рассматриваются обычные часы, точнее, мои. Первый эксперимент, все знают, это был сделан Юнисон, на карабельных часах. Он заметил, получается, что в большинстве часа они начинают ходить на параллель. Объяснение было такое, что, раз подвешено на балки, ну, упругие колебания, балки передаются, как-то взаимодействуют, кто-то не пишет, не обсуждает. Какие-то уравнения пишутся. Нет, они пишутся правильно. Там уравнение, систему уравнение, как мы показывали про изучательный рассказ, про мозг. 160 человек прошли, так он раскачался. И вот это, здесь, вот, описано. И вот эта система уравнение, здесь, чисто механически. То есть, подход, вот, так скажем, до наших докладов, ну, чисто механически. Мы пришли к решению этой задачи с другой точки зрения. Значит, можно еще? Значит. Вот, два главных наших предположения, основанных на электромагнитном взаимодействии между магнитами. Мы считаем магистики металлическими. Более того, механизм часов по вниманию вообще не понимает. Нет. Вот, простейшая категория. Два подвешены, начинутся. На левуюся они, пустите, сканер. Левый отклонен, акулизованный угол, какой-то. Фи-1-0, правый, а Фи-2-0. И опускаются. Казалось бы вам, что, ну, будут они. Ходить будет хаос. Никогда не будет синхронизации. Мы показываем, что синхронизация будет. Я сейчас это вам покажу. Значит, эээ... 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 Существует, вот в электромагнитизме, так называемое понятие радиационное торможение. Это, значит, торможение излучения. И вот этот вот, второй пункт, он является основной нотой в теории. Которой, ну, чуть ниже, я это вот раз объясню. Покажу. Значит, это позволяет. Идется в том, что имеет место в действительной синхронизации буквально в смысле. То есть у нас Φ1 будет равно Φ2. То есть вы писем трясий, первый и трясий четверти. Они начинают ходить. Значит. И еще. Вот. Значит, в условиях синхронизации все понятно. Значит, если на стоянии R нажимаешь только резон, написано вот такое, то, например, при условии, что R равно B, мы неведемо получаем условия Φ1 равно Φ2. То есть они синхронно калибруются. И, соответственно, их угловая скорость, Φ1 и Φ2 тоже будут одинаковые. Значит, полная энергия системы записывается, ну, в США, при реальности. Все знают это. Значит, вот, левый уровень концента, и вот, значит, киентичный плюс потенциальный. Левый уровень, скажем, Φ1. Правый – это 2-2. И вот, соответственно, киентичные энергии. Вот это определение движения. Это вот. Первые три столетия. Значит, это потенциальная энергия. Обычная. Это сфер J. Центра масс. Значит, соответственно, сумма. И вот, наконец, потенциальная энергия. Эта потенциальная энергия, которая здесь фигурирует, она складывается, значит, вот, в чисто физической постановке из двух частей. Первое – это гравитационное взаимодействие движения. Оно маленькое, но его потом выкинуло. А вот второе – электромагнитное. Вот, как мы сейчас выбираем. Значит, для того, чтобы найти вот это электромагнитное электромагнитное взаимодействие, мы едем между маятниками. А что? Маятник – металлический. Значит, если маятник просто висит, никому же взаимодействие нет. Движение маятника, оно вырождает как раз вот в обычной теоремой акции. Топ в розетке, если провода идут. Просто движение электронное. Как только мы отпускаем, пошло движение, электроны движутся. Не важно. С маленькой скоростью. Но, тем не менее. Эта маленькая скорость является n на фи с точками. Каждый электрон под движением чувствует. Подчиняется этому закону. То есть, но для того, чтобы получить синагоги взаимодействие движения, мы решаем, ну, обычно, то есть, уровень ландера. У меня второе. В функциональном случае. Естественно, второе производство – это уровень функциона, которая рядом существует. И вот энергия, которая на втором случае – это и есть вторая энергия, которая определяет взаимодействие между магиями. То есть, G1-топ в первом магии порождает потенциал А2 на втором. С ним взаимодействует этот второй магия. То же самое второе, симметричное сражение. В итоге, в последствии их произведения, значит, фотонный пропагатор, ну, неважно, средний по А1-А2, значит, у нас получается чуть-чуть запрещенную функцию гривена. Вот, так сказать, получается взаимодействие G1-G2 и вот R. Но это вот расстояние. Ж2-1-маленький Р2. А это внутренние точки в магии, в каждом. Понимаете, где я говорю? То есть, это физический магия. Естественно, какой-то объект. Не точечный. То есть, магиями электрически нейтральны. Там электроны движутся, но вместе к ним и протоны движутся. Получительные заряды, отрезания, они же разы друг друга и они тоже движутся. Ядро по определению, что такое ток. Заряженный – это не ядро. Это поток электронов. Просто не протонов, заметьте. В любом теле движутся ток. Ионы тоже движутся. Система отсчета. Система отсчета. А что-то на риск где-то было. И когда… И вот, кстати, в ответ на ваш вопросе. Вот ток. Флотность только Ж1. Это плотность электронов на И40. А вот скорость является тем, чем выражение. Это ЭйЦ на физку. С этой зерними. И, как образом, после себя додеваем, получается такое выражение. Энергии взаимодействия маленьких. Электрон чистый электромагнитный привод. Как можно говорить, если хи с точки равны нулю. Точнее, просто хи. Они неподвижны. Это все нуль. А вот именно наличие движения порождает возможность вот этого эффекта. Как видим, эффект элитинский. То есть С2. 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 Вы расстояли между точками подвеса. Ну и все остальные паразитные моменты. Все эти ягоды – некоторый хи сельный выложитель, которые просто учаицы предсуществитель. В этот объем управлены. Соответственно, значит, маленькие. Значит, что тут важно? Важно то, что вот здесь, в этой формуле, мы считаем, что маленькие дождественные. То есть оба маленьких одинаковые. Длина подвеса или одинаковые равна. В общем, L – постоянная. И масса тоже одинаковая. Значит, для того, чтобы найти излучение, которое происходит от каждого майкина, мы воспользуемся простыми соотношениями, которые от предыдущего нить, от предыдущего нить, от предыдущего нить. Вот так. Значит, это неизвестно. Юрий Полин, так сказать, у Андау. Считать это, значит, потенциал Рейнар-Вихер. То есть любой движущийся заряд. Когда майкин движется, каждый электрон, естественно, излучает соответствующий, ну, какой-то сантиметровый излучатель. Значит, потенциал Рейнар-Вихер, да, отвечает по вопросу об излучении точечных заряд. Ну, у нас система заряд. У нас майкин. Значит. Некое количество. И вот, значит, после того, как мы учитываем наличие физичности майкин, не точка, а тела, и после интегрирования майкин 1 и R2, которые там, я тебе показываю. У нас получается вот это излучительный комплекс, который позволяет определить с поля день и в соответственно пораждаемые, как, моритру, на соответствующих. Следующий. Значит, ну, простые соотношения, простые соотношения, простые соотношения, приводят с таким соотношением, то есть электрический поля имеет вот такую длину. И сложный, ну, смешно. Довольно. Даже такой простопактный. Ну, а магнитный поля совсем простой, так сказать, вот внизу написано. V, R, R. Значит, что касается R, это расстояние между точкой инклюзивной и R на любой ответ. А что R на любой ответ? Это траектория движения. То есть, не маленько движется, естественно, все электроны движутся по одной траектории. Но, поскольку мы рассматриваем цирку тяжести, сам вот подвес мы можем считать нейтральным. И рассматривать только сам этот шаг. Поэтому то есть точка вот здесь со стороны движения, они только, значит, основываясь на этих вот, так скажем, различных форматах и согласно общей теории излучения, можно оставить лишь одно слагаемое, которое отвечает именно из-за излучения. В принципе, это слагаемое содержит в источке. И почему? Вот если посмотреть вот на эту формулу, то мы видим, что при порядке 1-дерильная квадрат. Когда мы находим интенсивность излучения, то вот это происходит с квадратом. Получается 1r в четвертый. И умножив на поверхность, то есть на, я-квадратеод, так сказать, по сфере мы получаем выражение 1-дерильная квадрат. И при больших r это исчезает. Поэтому это не истинное излучение. Оно можно его учитывать, но оно исчезнет. А вот это, которое настоящее, это тоже и я придумал в теории более упространенные. А вот это действительно 1r в квадрат и умножив на n-квадрат это будет некая константа, которая, так сказать, определит именно то излучение, которое нас интересует. Значит, вот о чем я говорил. То есть мы оставляем е-разилизационное только вот это, где v, это обычно, так сказать, линейные движения на касательной веке динамики. Дивилизируем v, показываем простую формулу и видим, что происходит. Она складывается в двух частей. Первое, значит, это обычное поступательное, второе, это циталей. Значит, интенсивность излучения является, соответственно, вот по этой формуле и, подставив предыдущее выражение, мы приходим к такому вот выражению динесинности. То есть, это просто энергия, приходящая ввести времени на какую-то институту. А, сейчас значит, и вот, после подставки вместо v, значит, вот этого выражения через филипп, то есть, через углы отравнения, мы получаем две силы с высотой выражения. И вот такая интересная вещь. Для того, чтобы решить уравнение, нам нужно было, значит, как-то забраться с этими причинами. Оказалось, что фильтры точки значительно меньше фисточкой, в квадрате. Значит, это мы предположили, убрали первое излагаемое и оставили только второе. Сейчас я это все вырезаю. Значит, это привод мягкого уравнения, решив которое, мы пришли к поводу, что, действительно, это правильное движение. Вот, пожалуйста, рисуночек. Значит, вот здесь, на этом рисунке как раз и обозначено, значит, фи, штрих, фи, штрих, с точкой, квадратик, это вот эти вот афи, две точки, это вот жирная горизонтальная линия. Действительно, она значительно меньше, чем вот эта. Поэтому, например, жир будет правильным. Случай. Еще. Еще. Вот. И вот, когда есть большее значение, значит, она определяет вот, значительно меньше. Значительно меньше. Значительно меньше. Да, значительно меньше. Случай. Вот. И когда мы, с учетом всего этого необходимо писать уравнения, значит, это вот будет такие вот уравнения. Значит, я с точки, ну, с точки, это диссимативная функция, и вот W, это вот функция измечения. Значит, диссимативными силами пренебрегаем, и вот четвертое уравнение наше рабочее. В результате дифференцирования энергии, ну, приходят вот такие вот уравнения, где вот для оттождественных конейников у нас вот эта вот часть и как раз определяет транзисционные звучания. Следующее. Значит, вот параметр, который здесь регулирует вот не нужно, особенно, привлекать просто числая параметр. Следующее. Так, мы здесь почему-то решали вот ту систему численную, которая была сверху, очень громкостная. Машина считала ее, в общем, сутки. Значит, результаты, которые получились, совпали с теми, которые мы сделали, прибегая знаменателе, значит, приводя его к обычному простому виду, убрав в корни квадраты. Система сильно украсилась. Но результат можно осталось считать быстрее, но результат остался тот же самый. поэтому для начальных условий вот таких и, сморая на мигдаллы 10,2,3, мы получили точную зависимость. Значит, в начале момента университет. То есть, F2, F1 зависит на ее области. На временах мы видим тенденцию к тому, что система начинает как-то переставиться в первые тысячи. На временах 8,9 тысяч уже мы увидели хорошую защиту. Она в амплитуде уменьшилась. Естественно, потери на излучение существуют. И вот эта кондитка характеризует тот результат, который я хотел удалить. то есть, чистая синхронизация, но не экологическая система, магнитного взаимодействия и соответствия магнитного цвета. Значит, здесь мы взяли просто другие коэффициенты, но характер не изменился. Следующий. 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 Мы сделали так. Мы посмотрели, а как будет, если разные майки? Будет синхронизация или нет? Разные майки будут следующие. Разные майки приводят к синхронизации. Серьезно? Есть? Я хотел как раз это сказать. Для деревянного и пластмассового тоже будет иметь место, но это не значит, история. Давайте докладчик поблагодарим.